В нашем служении я прочитаю два стиха Священного Писания, которые записаны в книге пророка Исаии, 4 и 5 стихи, 53 глава книга пророка Исаии. «Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Слава Богу! Сегодня мы на этом месте. Я думаю, каждый из нас готовился к этому служению. Мы понимаем, что пред нами эта святыня, тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, которые были пролиты или обезображены, тело и кровь была пролита за наши грехи, за наши беззакония. Пророк Исаия говорит, что почему Он понес такие страдания, такие наказания, почему Он так был обезображен, почему Он был в таком позорном состоянии, почему? И здесь следующий стих объясняет нам и дает понимание каждому человеку, почему это случилось. Он изъязлен был за грехи наши, за наши грехи, за наше беззаконие, и Иисус претерпел все эти поругания. Сегодня этот день, когда мы можем воздать Ему славу, поблагодарить Его за то, что ради нас Он пришел на эту землю, ради нас Он терпел все это, чтобы дать нам спасение, дать нам оправдание, дать нам эту великую привилегию – называться и быть детьми Божьими. И в этот час мы встанем, попросим Божьего благословения на это служение для каждого из нас. Будем молиться. Святый наш Господь, в этот дневной час мы пристали пред величием Твоим. Мы благодарны Тебе, Господи, за возможность сегодня быть на этом месте и вместе с народом Твоим еще раз благодарить и славить Тебя. Благодарить Тебя за милость, которую Ты оказал каждому из нас, за то, что Ты открылся нам, за то, что Ты спас и оправдал нас, за то, что Ты омыл нас Твоей святой крови. Наши грехи беззакония Ты взял и пригвозил ко Кресту. Ты страдал за нас, Господь, чтобы дать нам оправдание, чтобы дать нам мир с Отцом Небесным. Хвала Тебе за это, Господи, и мы просим, благослови каждого из нас сегодня на этом месте. Благослови нас, Господи, Боже, воздать Тебе славу на этом месте от всего сердца, от всей души. Поблагодари Тебя, Господи, за искупление, которое Ты принес нам, Господь. И мы просим, благослови нас в этом служении. Благослови, Господи, пусть все это служение будет для Твоей славы, для нашего назидания, для нашего духовного роста. Пусть имя Твое прославится в этом служении. Великий чудный наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Всевышний слава у нас оправдал, Как мир возлюбил, что Сына нам дал. Спаситель нас в том, 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 что Сына нам дал. Слава Христа 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 Но то, что они были этим озабочены, и Христос сказал, что один, макнувший в блюдо со Мною, тот предаст Меня. И они уже поняли определение того, которое должно совершиться. И тогда, когда Он сказал, преподал им это, они, смотря на все это, возможно, не понимали. И дальше, когда я прочитал, что выгореть приходит время, может быть, не раз они были с Иисусом Христом, не раз они проводили ночи, где Христос уединялся и уходил, молился. Но в это время, когда Он сказал, что в эту ночь вы соблазнитесь все, Петр один сказал, если все соблазнятся, но не Я. Христос сказал, что Петр, ты отречуся, прежде нежели петух пропадает дважды, трижды отречуся от Меня. Те просто соблазнились, а Петр, а для тебя придет то время, что ты будешь отрекаться от Меня. Петр этого не предвидел, Петр не знал. Он говорил, если мне надо, я и готов умереть за тебя. И говорили все этого, все. Но когда пришел час, и они ушли на гору, и там Христос молился и уединялся, приходит к ним. И вот этот прощальный вечер, можно сказать, Христа с учениками, когда Он находился, они погружены были в глубоком сне. Ничего этого они не предвидели, что случится с Иисусом. Он приходит и находит их спящими. И говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, а плоть же немощна. Он понимал этого, но Он оказал, что есть Дух животворящий, Дух бодр, а плоть немощна. Опять уходит и молится, и опять приходит, и трижды так, и видит, что Его, те близкие друзья, которые были с ними, всего того, они не могут понять, что происходило с Иисусом Христом. Они даже не подразумевали. И вот тогда их стревожило то, то, что они увидели, что Иуда идет с первосвященными книжниками, народ идет. Вот здесь, куда и делся сон. Все пропало. Все, друзья мои дорогие, не стало сна, пробудившие одни. Они недопонимают, что происходит. И вот здесь мы видим, что Иуда идет впереди. Подходит к учительу Рави. Рави обращается к нему и поцеловал его. Я не знаю, что думали ученики, там стоящие рядом. Но знаем, что один, выхвачивший меч, и проявил как бы свою силу и власть, отсек ухо первосвященника. Христос, говорит, остав этого. Не дел этого. Казалось бы, мы заступимся, мы встанем за тобою. Но этого они не понимали, что Христос перед этим сказал, вы соблазнитесь. И когда его взяли, повели, разбешались все. И Петр следовало. И мы знаем, что отречение Петра. Вот это был прощальный вечер, прощальная ночь Иисуса Христа своими двенадцати учениками. Далее я хочу напомнить место священного Писания. Когда также был вечер, когда они были собраны. Тринадцатая глава. Перед праздником Пасхи. Иисус знает, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечерия, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону и сказал, предать Его. Иисус знает, что Отец все отдал в руки Его, и что он от Бога ушел и к Богу отходит. Встал с вечерия, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце и припоясался. Потом лил воды в умывальницу и начал омывать ноги учениками, и терять полотенцем, который был припоясан. Подходит к Симону Петру и тот говорит ему, Господи, тебе ли я омывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после. Петр говорит ему, не омывешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не омою тебя, не имеешь счастья со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки и головы. Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предательство Его, потому и сказал, не все вы чисты. Когда же омыл им ноги, и надел одежду свою, то возреший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем Господом. Правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Вот так здесь проявил Петр опять свою ревность, опять свое, то, что имел, и он так высказался Христу, говорит, не омоешь ног моих вовек. Христос говорит, если не омоешь, если не омою тебя, не имею счастья со мною. Петр соглашается, не только оть ноги, но всего меня омой. 34 стих этой же главы, говорится такие слова, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, и вы да любите друг друга. Потому знаете все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Здесь Христос обращается к ученикам и говорит, заповедь новую даю вам. И далее в 14 главе, 15 текста, если любите меня, говорит, соблюдите заповеди мои. 15 глава, 10 текст говорит, если заповеди мои соблюдаете, пребудьте в любви моей, как и я соблюдал заповедь отца моего, и пребываю в его любви. И Христос своими учениками дает им новую заповедь, завещает им, обращается к ним, говорит, чтобы вы имели это любовь, ту любовь, друг к другу, чтобы узнал весь мир, чтобы вы были теми свидетелями. Если, говорит, заповеди мои исполняете, то вы воистину мои ученики, как я соблю заповедь отца моего. Хочу обратить ваше свое внимание на первое прочитавшее место Священного Писания, где Христос сказал такие слова. И сказал Мессия, есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая. Моя кровь, Нового Завета. Что значит кровь Нового Завета? Что так Христос провозгласил? Я думаю, для учеников это было довольно понятно. Я думаю, для них было это новое, что кровь Нового Завета, что собою несет завет крови. И как он совершался до этого, они знали. Но то, что они не знали, почему он сказал, что Новый Завет в моей крови. И как это все будет происходить, для них это было загадкой, и они не могли предположить, и они не могли знать. Я хочу обратиться к Священному Писанию. Довольно, не раз мы читали, знали, это будет исход. 24 глава. Давайте послушаем, как это происходил в Завет крови. И Моисею сказал он, зайди к Господу, ты и Арон, надав, обедут, и 70-й старейший израилет, и поклонитесь издали. И поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господни, и все законы. И отвечал весь народ один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все слова Господни, и встав рано поутру, поставил под горой жертвенник, и двенадцать камней по числу, двенадцать калин израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заколали тельцов, мирную жертву Господу. Моисей взял половину крови, влил в чашу, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны. И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, который Господь заключил с вами, о всех словах сих. Потом зашел Моисей, и Арон надав и обидут, и семьдесят исторечных Израилев, и видели Бога Израилева, и под ногами Его чисто подобной работе, из чистого сапфира, и как бы само небо ясное. И он не просил руки своей, не на избранных из сынов Израилев, они видели Бога, и ели, и пили. И сказал Господь Моисеев, зайди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон заповеди, который я написал для научения их. И стал Моисей с Иисусом, служителем Своим, и пошел Моисей на гору Божью. И осторечный нам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Арон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходят к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня сияла в гору Синай, и покрыло ее облако шесть дней. И в седьмой день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы была пред глазами сынов Израиля, как огонь поедающий. Моисей ступил в середину и облако, и зашел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. Особое служение происходило народа израильского, друзья мои возлюбленные, с Господом, когда Господь заключал завет крови с ними. Это было настолько торжественно, что народ стоял вдали. Они видели славу Божию, где Господня слава сошла на ту гору, где Моисей прибывает. Для чего Господь возвал? Я дам законы и заповеди для народа, для научения, чтоб ты, Моисей, научал народ свой, возлюбленные. Я думаю, это видели дети, видели взрослые, все, кто там находился, они видели Его. И там написано, как они видели Бога, как они находили, как ясное небо, говорит. Вот эта божественная слава пребывала над народом израильским, и народ видел. И все, что не скажет тебе Господь, они говорили, что мы это сделаем, мы это соблюдем, возлюбленные. И так мы видим, что Бог заключал совет. Когда Иисус Христос заключал совет свой с учениками своими, в той вечерней комнате их было лишь только 12. Это не были все, весь народ израильский, как было на то время. Этот новый завет был в крови Иисуса Христа, возлюбленные, с 12 учениками, вечером, где они находились. Не сходила туда слава, не видели ни что-то торжественное, как на горе преображения. Ничего подобного не сходило. Иисус Христос спокойно говорил, говорил о значении чаши, говорил о значении крови Его, о новом завете. Он говорил, преломляя, преклоняясь пред Нил, омывал им ноги, оставляя им пример, и даю вам новую заповедь, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Вот это, друзья мои дорогие, многие из этого народа, жившего до тот период времени, не видели, ничего подобного не пережили. Это пережили те 12, которые были со Христом, возлюбленные. Они видели учителя своего, преклоняющий ее пред Ним. Возлюбленные омывал им ноги. И говорит, Я дал вам пример. И говорит, Новую заповедь даю вам. Для этого новый завет в моей крови, когда он заключил с учениками, с этими друзьями возлюбленными. И дальше мы знаем, как развивалась история, как это они приняли, этот завет, как он передавался. И, друзья мои дорогие, из уста в ус, как происходило служение, как Божье благословение приходило на народ Божий, как благодать Божия животворила души спасаемых. Сегодня тот же наш Господь. Однажды, мой брат и сестра, ты добровольно заключил завет с Господом, чтобы служить Ему, обещая свою чистую, добрую совесть. Сегодня каждый мы возлюбленные пред нашим Господом. Как мы совершаем заповедь, соблюдаем заповедь нашего Господа. Как мы любим друг друга. Каждый пусть проверит самого себя. Перед сегодня пред нами это заповедь нашего Господа Иисуса Христа. Его кровь пролитая, Его тело ломимое, возлюбленные за каждым из нас. В этой крови пришла свобода и мир к твоему сердцу и в твоей жизни. Если кто это не имеет еще этого мира, этой свободы, сегодня есть время обратиться к Господу, осознать и покаяться, потому что кровь себя, она сильна, омывая все грехи, прощая и любя, друзья мои дорогие, наш Иисус Христос. Перед нами молитва. Мы будем вращаться к нашему Господу, чтобы Господь осветил, омыл, очистил и удостоил каждого из нас, протягивая руки. Друзья мои дорогие, принимай это и благодарить нашего Господа. Аминь. Будем молиться. Слава Тебе, Благодарность Тебе, наш Итог и Бог. Ты дал нам, Господь Божий, эту возможность быть, Господь Божий, в доме Твоем, слышать Слово Твое, обращаться к Тебе. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Абва Отче. Освящай, Господь, угляй, Господь Божий, пусть, Господь, Слово Твое, проникает, Господь добрый Бог. Слава Тебя, Господи, Дух Господи, работай, Господь, совершай свою работу, Господи, ибо мы живы, Господь, как ты сказал, живы я, и вы будете жить. Субтитры создавал DimaTorzok И показания благодати Твоей, славы Твоей, Господь Она не сходила, Господь, на сердца спасенных Аллилуйя! Отец небесный, благодарю Тебя, Господь Величаю Тебя, Господь, поклоняюсь Тебя Мой добрый Бог Отец, благослови народ Твой Благослови каждого пришедшего на это место Прости, Господь, помилуй, освяти, Господь Дети таковы бы были пред Тобою, Господи Я молю Тебя, очисти, Господь Убили, Господи, Боже Пусть кровь Твоя, Господи, Боже Она омывает и освящает и убиляет, Господь Пусть животворит души наши Любящие пастыри добрые Або, Отче Благодарим Тебя, Господь И славим Тебя за эту возможность Где мы можем, Господь, приставать При лицем Твоим Где так свободно мы можем вспоминать Господи, Боже мой, страдания Твои Голговский, Господь, подвиг Твой Господи Сегодня все те, кто заключил завет Однажды с Тобою, Господи И это было везде по-разному, Господи Кто-то торжественно принимал, Господь, Боже, участие В завете Твоем, Господь Кто-то наедине, в одиночестве, Господь В малом круге заключал завет с Тобою, Господь Боже, эти были разные места Это, может быть, были озера, Господь Может быть, реки были, Господь Может быть, другие места Тем, Господь, Боже, каждый, кто как Но, Господь, в тот момент Каждый переживал Твое присутствие Твою благодать, Твою славу, Господь Твою, Господь, утешение и радость спасения Которую Ты, Господь, наполнял сердца Народа Твоего И в этот час, когда мы собрались, Господь Исполнить, Господь, Боже, Слово Твое Как написано Что всякий раз, когда мы будем есть, Господь И вспоминать и пить чашу Твою Смерть, Господь, не возвещаем Доколе Ты придешь, Господь Сегодня явные свидетели всей земли Это те спасенные души, которые Ты Омыл от числа и оправдал Божия благодарность Тебе за это Честь Тебе и слава поклонения Да будет имя Твое возвеличенное Прослай наш добрый Бог Отец и Дух Святой Аминь Братья в левом кривле Сестры в правом, которые отделяют служение Омывение О, как блажен, как счастлив я, Господь, спаситель мой Готова веса для меня в стране небес святой Славливаться за меня в стране небес святой Я вечно буду жить, я с ним, я жалкий праздник мой Славливаться за меня в стране небес святой Аллилуйя, 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 Аминь Аллилуйя, 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 Аминь Нет ночи в той стране святой Небес святой небес, нет солнца свет Там все сердца звучат, молой там плача больше нет Славливаться за меня в стране небес святой Аллилуйя, 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 Аминь Аллилуйя, 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 Аминь О, братья, сёстры, радость нам дана и пересём Здесь мирим свежим светит, так куда мы все придём Славливаться за меня в стране небес святой Аллилуйя, 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 Аминь Аллилуйя, 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 Аминь Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал, Симон. 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 Аминь. Симон. 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 Продолжение следует... 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 «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Если говорить за тело, как передо мной брат Василий только говорил, «Один хлеб, и мы многие одно тело». Если взять так, как мы церковь, то еще нам нужно много, много над собой працювать. В каком плане? Мабуть, многим, особенно братьям, которые работают на конструкции, приходилось переживать таке в своем работе, когда наставляет гвоздь, хочет молотком забить, и тут замість гвоздя по пальцу вдарает. Я думаю, что мимо воли, мимо воли, то палец, по которому было вдарено, он тягнется до рота, сразу хочется подмухать, чтобы какой-то стабиль пройшла. И если есть вода, то воду может в тою палец струмить, чтобы боль шухла. И если мы как тело Христовое, как тело Христовое, я через что сказал, что нам еще надо много над собой працювать, мы должны не только быть телом Христовым, когда у нас благословение, когда у нас радость, когда, если можно так сказать, прямыми словами, веселье, а даже тогда, когда слезы, когда горы, и тогда нам нужно быть телом Христовым, тогда нам нужно чувствовать, помогать, молиться, благословлять и так далее. Я это говорю себе, я хотел бы, чтобы все мы принялись, и мы понимали, что такое тело Христовое. Мы одна церква, и мы стремимся для того, чтобы быть в Царстве Господнем. Хай бы Бог благословил нас, чтобы мы научились не просто так на словах, а на диле быть телом Христовым, как одна церква, как одна семья, поддерживать, благословлять, возможно, разом поплакать, возможно, что-то, и в чом-то другом принять участь. А все, как одна семья, ось это тело Христовое, хай бы Бог благословил нас. Далее, сегодня также было нагадано, вернее, еще я прочитаю из цієї главы, из 21-го виршу, относительно того, кто может быть участником, кто может быть участником в святыне. Послушайте уважно, я знаю, что этим местам все мы добре знаем, но, возможно, до кого-то это слово сегодня торкнется по-особному. Послушайте уважно. Не можете быть чашу Господню и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. Неужели мы решим это раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Ось это такое застережение, такое застережение. До каждого из нас подумаем над собой, изважемо себе, изважемо свое положение, потому что перед нами святыня, нам нужно будет протягивать руку. А мы, я думаю, что когда рассудим, когда мы изважимы себе, мы приймемо, совесть наша нам подскаже правильное решение, мы приймемо правильное решение относительно этого. Хай Бог благословит. И 28-й вирш 11-й главы, воно было прочитано в этом месте, я еще раз нагадаю, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чащи сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Ото многие из вас немощны и больны, и немало умирает. И в Псалом 94-й, где сказаны следующее слово. Придите, поклонимся и припадем, приклоним колени пред лицом Господа, Бога Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его, и овцы руки Его. О, если бы вы не послушали голоса Его, придите, поклонимся и припадем. Приклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего, и воздамо Ему славу за эту часть служения. Будем молиться. Аминь. Отец наш Небесный, в имя Сина Творнородженого, в особисто Спасителя, мы призываем Твоя благословение, Господи, и дякуем Тоби за сегодняшний день. Дякую Тоби за это служение, которое мы имели перед Твоим святым невидимым батьковским лицем, Господи. Я дякую Тоби за искусство, спасение, за голос Твий, за голос Духи Святого Божия. Я дякую Тоби за Слово Твое, Боже. Я дякую Тоби за это сладкое общение, которое даруешь для нас Ти, Господи, тому, что мы люди, а Ти Бог, Господи. И перед таким Богом мы приклеиваемся, мы Тебе открываем свое сердце, Боже. Мы дякуем Тебе, потому что ты наш Бог, Аллилуйя, Господи. И сейчас мы идем до Тебе. Дякую Тебе за все, просим, благослови Господь. И эту другую часть служения, Боже, дозволь нам быть достойным учасником, учасником на спасение, не на осуджение, Господи. Я прошу Тебе, пройди по стану народу Твого. Господи, Духом Святим торкнись кожно сердце. Дай нам приблизиться до Тебе, Господь. Дай нам побачити себе в світлі Слова Твое Святого. Дай нам, Господи, прославити Возвеличити ім'я Твоє, бо Ти Бог достоин слави. Ісусе, ми нуждаємося в Тобі, в Твоєму благословінні. Ми нуждаємося в Твоєм водительстві, Господи. Ми нуждаємося в силі Твоїй. Я прошу, благослови нас, як дітей Твої, як церкви Твої, як тіло Твоє, Боже. Благослови, Господи, дозволь нам бути достойними учасниками. За все Тобі, хай буде слава, наш добрий Бог, Отецний Дух Святий. Аминь.